добрый день семинар начался через пять минут анализая на вышел приказ у нас есть в шоке в шоке Продолжение следует... 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 Актуальность данной проблемы определила цель нашего исследования. Актуальность данной проблемы определили новых конструкций в мультиэлектродной конфигурации СОЛ и СОЛ, которые улучшают скорость передачи в бытах и дальность передачи сигналов оптического мультиплексирования в модуляторе интенсивности приемника прямого детектирования в пассивных оптических сетях. Для решения данной цели были поставлены следующие задачи. Исследовать модели СОЛ с разным количеством управляющих электродов и создать модель трехэлектродный СОЛ с учетом оптимальных условий эксплуатации. Исследовать одну электродную модель СОЛ с квантными точками и использовать модели СОЛ с квантными точками. С большим количеством управляющих электродов с учетом оптимальных условий эксплуатации. Написать коды, имитирующие мультиэлектродный СОЛ с квантными точками в качестве модуляторов интенсивности для сигналов оптического мультиплексирования в оптических сетях IMDb Point на основе математических моделей. Создать компьютерную модель распространения сигнала через оптические сети доступа, содержащие СОЛ, разработать программу для EVM на основе выполненного моделирования. Научная новизна исследования заключается в том, что были впервые созданы три новые конструкции. Трехэлектродная конструкция СОЛ с квантными точками и их математические модели и алгоритмы для работы в качестве модулятора интенсивности сигналов оптического мультиплексирования в оптических сетях доступа. И произведена симуляция этих моделей. Объект нашего исследования стала разработкой новой модели СОЛ и СОЛ с квантными точками с улучшенной производительностью. А предмет нашего исследования – математический и численный аппарат моделирования. Методология исследования состоит в статическом и динамическом имитировании модели изучаемых конфигураций СОЛ и СОЛ с квантными точками, как это показано в данной схеме. Сет состоит из трех уровней – базовый сет, региональный сет и сети доступа. У нас работа на уровне сети доступа, которая является последним звеном в оптических сетях с типичной протяженностью до 20-40 км. Конечно, такой притяженности в условиях современного города или деревни недостаточно. Ее стоимость должна быть как можно ниже, а потери мощности в конце звена как можно меньше. СОЛ – это кристалл полупроводника. У него два входа – электрический сигнал и оптическая непрерывная волна. И один выход – оптический сигнал, имеют форму электрического сигнала. В качестве внешнего модулятора используется СОА, а в качестве электрического сигнала используется ОРДМ-сигнал. Математическую модель СОА можно описать следующим образом. Поле оптического сигнала, затем группа уравнений, которые управляют распространением оптического сигнала, распространяющегося через СОА. Интегрируя уравнение со второго по четвертый, мы получаем выходную мощность и фазу СОА. Помимо модуляции интенсивности СОА, также производит усиленный шум спонтанного излучения на моделированном оптическом сигнале. Здесь представлена математическая модель СОА с квантовыми точками и ее отличие от модели СОА. Модель улучшения параметров СОА из-за введения квантовых точек содержит уравнение с дополнительными членами, учитывающими взаимодействие кристаллов с квантовыми точками. Математическая модель СОА с квантовыми точками в целом такая же, как и СОА, за исключением группы уравнений, которые управляют распространением оптического сигнала, проходящего через активные части СОА с квантовыми точками. ОФДМ – это цифровая схема модуляции, которая использует большее количество близко расположенных ортогональных поднесущих. При использовании ОФДМ пропускная способность будет выше. Оптическая система ОФДМ – это та же самая система, только в нее включены два преобразователя. Сначала электрооптический и затем оптоэлектрический. Между ними одномодовое волокно. Проблема состоит в том, что после электрооптического преобразователя происходит риск падения мощности высокочастотных поднесущих. Эта проблема решается путем того, что в качестве электрооптического преобразователя используется мультиэлектродный СОА или СОА с квантовыми точками. Таким образом увеличивается выходная мощность и расширяется электрическая полоса пропускания. Как мультиэлектродные конфигурации решают эту проблему? В одноэлектродном СОА за счет равномерной инжекции тока вероятность заселения несущих неравномерная. А при мультиэлектродной конфигурации СОА инжекции тока неравномерная, поэтому вероятность заселения несущих равномерная. и выходная мощность высокочастотных поднесущих увеличивается. Как показывают результаты моделирования, трехэлектродная конфигурация как SOA, так и SOA с квантными точками дает битрейт больше, чем 1,2 электродная на расстоянии до 120 км. При сравнении мультиэлектродной конфигурации SOA и SOA с квантными точками данный график показывает, что использование мультиэлектродной SOA с квантными точками позволяет получить битрейт на 5 Гбит в секунду при меньшем на 20 Ббит входной мощности. Это позволит увеличить расстояние сети и обслуживать большее количество клиентов. При повышении частоты дискретизации в два раза пропускная способность увеличивается также в два раза. Питрейт при этом увеличивается с 35 до 70 Гбит в секунду на расстоянии 20 км. И хорошая функция функциональная способность мультиэлектродных SOA с квантными точками сохраняется в следующие 120 км. Производительность системы мультиэлектродной SOA с квантными точками расширяет оптимальные условия работы для получения битрейт больше 35 Гбит в секунду. Перед вами алгоритм программы, задающая начальные условия. Здесь алгоритмы для приемника SOA и SOA с квантными точками. Здесь алгоритм для передатчика SOA и SOA с квантными точками всех конфигураций. На этом слайде увеличены фрагмент предыдущего алгоритма. Практическая значимость работы перед вами. Выводы нашей работы представлены здесь. Разрешите не зачитывать. Продолжение следует... Спасибо за внимание. Спасибо. Дмитрий Сергеевич, ты здесь? Где-то... Спасибо. Спасибо, Хусейн. Спасибо большое. Кто-то хочет сразу сказать... Мне свои впечатления. Сергей Шбереков... А вопрос можно задать сначала? Михаил Дмитриевич. Конечно, конечно. Вот я, если правильно понял, на слайдах где-то 12-13 в моделях было достаточно много параметров, самых разнообразных. Потом показывались картинки. А вот параметры откуда брались и как они определялись. Спасибо. Хусейн, понимаешь вопрос или тебе помочь перевести? Можно, можно помочь. Коллеги, если можно, я некоторые вопросы помогу перевести. Конечно. Михаил Малых, Леонид Антонович, можно, да? Да, да, конечно, конечно. Значит, Хусейн, Михаил Малых asks you, you have a lot of parameters in your equations, in slides 12 and 13, and in your calculations, how did you take these parameters? Do you understand? Yes, I understood. Thank you. Я, это, эти параметры в моделировании, если я так понял правильно, есть такие публикации, которые раньше сделаны, которые работали в этом сфере. Например, коэффициент увеличения ширины линии, это альфа-фактор. Это работали раньше, чтобы определить, как лучше это используют. Они раньше опубликовали, что лучше этот фактор, чтобы было из 1 до 5, между 1 и 5. Поэтому в нашем исследовании мы использовали номер 5, коэффициент увеличения ширины линии 5, чтобы получить самый лучший результат. И также у нас есть констант, например, время жизни носителя. Это в диссертации, там таблица, во все эти параметры, которые использовали инициально, как таблица, которые, эти коэффициенты, которые мы использовали, ну как констант. Константы. Постоянные, да. Постоянные. Спасибо, я, в общем, услышал ответ на свой вопрос. Спасибо. Спасибо большое. Еще какие-то вопросы. Дмитрий Сергеевич, есть что-то, нет? Наш товарищ, который включал это все, к сожалению, ушел. Тогда, если можно, я несколько слов скажу такого общего характера. Традиционно, скорее это для Виктора Васильевича, чем для Хусейна. Слушаю. Традиционно, когда мы защищаем по математическому моделированию, у нас структура изложения бывает следующая. Первое. Объект моделирования. Явление, устройство, процесс, что-то такое. Второе. Используемая модель. Такая или другая, или третья. Причем с точки зрения физмат-наук, слово математическая модель, мы понимаем в смысле, в котором его вводил и использовал Самарский и его ученики. В духе школы Самарского. То есть это есть система уравнений, обыкновенных дифференциальных, уравнений в частных производных, алгебраических, смешанных с оснащением. Оснащение – это как раз вот эти все параметры, например, для модели, которые используют уравнение Максвелла. Оснащением являются и граничные условия, и эпсилоны, и мю, которые используются в той конкретной задаче, которую мы делаем. Когда представлена модель, дальше начинается ее улучшение исследования. Ставятся цели, ставятся задачи. Эти задачи, начально граничные, решаются на компьютере либо методом дискретизации, либо методом альтернативным, тоже дискретизации, но разложении по какому-то базису. В конце концов, получаются сходящиеся алгоритмы, которые доставляют те или иные решения, лучше и хуже, и находятся те, которые самые лучшие. Это такой традиционный путь, по которому ходят те люди, которые в качестве соискателей у нас практикуются в нашем диссертационном совете. В вашем докладе, Ясбека, мы услышали о возможности применения улучшенных характеристик сетей передачи. И это скорее напоминает то, чем занимается другая половина нашего диссертационного совета – это теория телекоммуникации. Это и с усилением, или с переизлучением, или еще с какими-то передаточными устройствами, но все-таки проектирование, исследование с учетом либо имитационного, либо численного моделирования параметров этой сети, улучшение сетей. В этом смысле, услышавший доклад к Хусейнам, мне почему-то представляется, что ближе к 17-й специальности, чем к 18-й. Это вот первое впечатление, которое не окончательно, но первое, что я хотел бы сказать. Алло, Дмитрий Сергеевич? Да, я тут, я тут, я тут. В принципе, я закончил свою, как бы, основную, мотив выступления, но ты лучше разбираешься в направлении 17-й. Вот тут у нас две, значит, половина написана. В общем, как бы две темы. Одна тема из 18-й – моделирование, ну, скажем, оптического источника лазера. Вторая тема – это кодирование сигнала. Это уже 17-я специальность. Реально в диссертации не описано ни то, ни другое. Математики нет. Программа… На что похожа данная диссертация на этот момент? Она похожа на технический репорт. Даже, может быть, чужой технический репорт, потому что все иллюстрации чужие, взяты откуда-то из других мест. Что описывает точно, непонятно, не пояснено. Иллюстрации должны быть свои. Ну, одну, две, можно чужие, там, какие-то стандартные картинки. Но все остальное должно быть нарисовано самим соискателем. Это не так сложно и получено из этих расчета. Описание программного комплекса и так далее. На 18-ю обязательно нужен у нас программный комплекс, алгоритмы, блок-схемы. Это железно нужные вещи. Тут их нет. Тут… Простите, я не расставлю, но там нужны еще и теоремы. Это… Мы до этого еще не дошли, да. Я про программу только говорю. Значит, система, которую описывать, ну, тоже непонятно, что конкретно описывается. Декларируется, что квантовые точки… Что такое квантовые точки, не пояснено нормально. Математические вещи, в том числе и теоремы, должны быть и на 17-й тоже. Потому что это на физмат науке. То есть на физмат науке явно ничего не хватает. Технические науки выходят за пределы нашего понимания. И на технические науки, собственно, результата нету технического. То есть у нас на технические науки должен быть какой-то инженерный результат. То есть что-то, что пощупать можно. Что можно с этой диссертацией сделать? И, значит, поскольку планируется… Есть желание защищаться у нас, то это в сторону физмат наук, и в сторону, я думаю, все-таки 17-й специальности. Потому что на 18-й нужно все копать с самого начала. Ну, что тут можно делать на 17-ю? Упор сделать на кодирование сигнала, исследование кодирования, какие-нибудь там новшества внести. И, ну, естественно, какую-нибудь теоремку прикрепить к этому тоже ничего особо сложного. В принципе, у нас получается, что на данный момент диссертация представляет полуфабрикат, из которого можно сделать… Ну, пойти в каком-то конкретном направлении и сделать что-то определенное. На данный момент это действительно полуфабрикат. Если соискатель захочет в этом направлении работать, то, ну, я думаю, не меньше, чем 8-12 месяцев на то, чтобы привести все в нормальное состояние. По поводу публикаций. Конечно, публикации нельзя сказать, чтобы очень хорошие, но формальным признаком для кандидатской диссертации они, в принципе, удовлетворяют. Ну, за исключением ВАКовских там какие журналы, не те журналы. Ну, это уже мелочи. В общем, тут нужно, я считаю, это только моя точка зрения, выбрать конкретное направление из двух, которые есть в диссертации, то есть 17-ю или 18-ю, и дальше проработать по этому направлению. То есть, или исследовать лазер-то вряд ли получится исследовать нормально. Это нужно хорошо знать не только математику, но и физику. То есть, 18-ю я бы боялся просто предлагать. Идти, скажем, по 17-й специальности, исследовать коды, кодирование. Ну, вот так вот, соответственно, все это можно будет под это подвести. Может быть, Михаил Дмитриевич что-нибудь выскажет, потому что лично для меня его мнение было бы крайне полезно и весомо. Меня не слышно? Михаил Дмитриевич, ты пропал? Нет, нет, я не пропал, я здесь. Ну, давайте я попробую что-нибудь сказать. Мое впечатление следующее. Я, естественно, буду говорить только с 18-й специальности. Про 17-ю я буду просто молчать. В самом начале выступления говорилась фраза о том, что впервые предложена модель. И даже такая фраза, что сконструировано что-то и построена его математическая модель. По моим представлениям, для 18-й специальности такие фразы являются крайне неудачными. Потому как по паспорту матмоделирование это не создание моделей, а их исследование. Нам, помнится, указывали, что создавать модели должны предметники в своих предметных областях, и это должно защищаться по соответствующим предметам специальности. С другой стороны, на мой взгляд, в середине доклада, это где-то вот слайды 12-й и 13-й, математическая модель в виде системы дифференциальных уравнений обыкновенных написана была. Поэтому, в принципе, наверное, сказать, что в диссертации есть математическая модель, можно. Только мне очень не понравилась опять же фраза о том, что это новая модель, потому как мы возвращаемся к предыдущему теннису. Я поэтому и спросил про параметры. Насколько я понимаю, параметры модели брались из чужих публикаций, что для матмоделирования хорошо. И таким образом можно сказать, что в данной диссертации рассматривается несколько математических моделей. Вот это вот СОА, СОА с квантовыми точками. Модели взяты из таких-сяких публикаций, а, соответственно, в диссертации предлагается исследование этих моделей численное. Это, на мой взгляд, паспорту специальности соответствует. Ну, по крайней мере, как я его себя понимаю. А, в принципе, здесь можно написать некое количество теорем без проблем, ну, из цикла решение существует. Единственное, написать оценки, на каких отрезках оно существует, ну, в принципе, сделка нехитрая. Вот. Боюсь, что, правда, все это будет сводиться к теореме Каши и выглядеть будет, ну, не слишком красиво. Но, тем не менее. Насколько я понимаю, новых методов решения дифференциальных уравнений предложить здесь невозможно. Вот. И, насколько я не подозреваю, применяется некая стандартная метода. Вот. По-хорошему, в матмоделировании бы здесь должны были бы нависать, что учтена какая-то особая черта этих вот моделей, она использована, и поэтому как-то доработан стандартный метод. Ну, вот, если бы это прозвучало, может быть, это можно было бы подать и под 18-ю специальность. Вот такие соображения. Ну, наверное, вот это все, что я могу сказать. А, ну, пожалуйста, еще вот такую вещь можно сказать. Наверное, можно было бы еще поиграть параметрами, попытаться сделать классическую вещь для всех диссертаций по матмоделированию, сказать, что у нас еще решается задача синтеза, ну, или наилучшего подбора каких-то параметров. Вот. Тем более, что вы считаете, что вот вы знаете, куда их надо выбирать, чтобы было наилучшим образом. Ну, как бы вот. Можно попробовать вокруг этого еще выстроить какую-то задачу, определение наиболее эффективного, эффективных значениях тех или иных параметров. Когда бы это было похоже на то, что обычно защищаются по матмоделированию? Ну, по крайней мере, вот по моим представлениям. Я, опять же, совершенно не претендую на точное понимание того, что может быть защищено по этой специальности, а что не может. Это мое частное мнение. Спасибо за внимание. Вот. Ну, вот кто-то еще хочет высказать. Дмитрий Сергеевич, возможно, я не совсем прав, но мне бы казалось, что Виктор Васильевич должен тоже как-то сказать свои... Ну, я бы сформулировал это следующим образом. Свои первоначальные устремления, вполне вероятно, что не все они реализовались, но все-таки чего он хотел достичь с помощью Хусейна, идя по этим исследованиям. Получилось, не получилось. И как он видит, если вот мы не вполне удовлетворены, как он видит возможности движения туда, куда ему хотелось изначально, или, может быть, туда, куда подсказывают наши товарищи. Виктор Васильевич, вы не хотите? Почему? Почему? Я жду, когда позовут. А если можно, тогда мы послушаем. Хорошо. Спасибо всем за содержательные и полезные замечания. Мы, Хусейн, все это обязательно учтем. Ну, смотрите сами. Смотрите, я сам доктор наук по специальности 05-1107, оптические и электронные приборы и комплексы. И лазер, ну, в данном случае пространственный оптический усилитель, ну, фактически лазерная конструкция сюда подходит. Хусейн пришел ко мне, ну, в значительной степени с готовой тематикой. У него был большой задел сделан еще в Ливане, и там его ливанские коллеги, кто в Ливане сейчас работает, кто в Британии работает. Как я понимаю, он с ними тоже общался по этому моделированию. Поэтому вот задача, ну, с самого начала ставилась примерно таким вот образом. Ну, вот в инженерной академии, я не знаю, как возникла специальность 05-13-18, потому что у нас там системный анализ, по-моему, 05-13-01, элементная база, специальность 05. Ну, раз вот сложилась такая специальность, и почему-то, видимо, вакансия была именно под это место, Хусейн пошел и начал работать в области моделирования. Но вы сами видите, что по моделированию, вот так, как это предусмотрено в специальностях 11-18, я таких кандидатов еще не выпускал. Но вот, исходя из общих соображений, понятно, что должна быть какая-то оригинальность, должны были быть выработаны оригинальные подходы, оригинальные объекты. И в данном случае, действительно, скажем, целью сегодняшнего выступления было выслушать специалистов, насколько адекватно нынешнее состояние работы Хусейна соответствует вот этим двум специальностям. Высказано много интересных идей, но, вообще говоря, исходя вот из того, что и Дмитрий Сергеевич, и Михаил Дмитриевич говорил, получается, что надо бы, либо к обоим, либо к каждому отдельно подъехать, и, может быть, даже с текстом диссертации, или хотя бы с авторефератом, посмотреть, в какую сторону можно двигаться, что тут нужно переделать. Поэтому я надеюсь еще на взаимодействие с вашим советом. Так, спасибо. Если можно, я несколько слов скажу. Дмитрий Сергеевич, прошу прощения. Первое, что я хочу сказать, поступающие к нам в аспирантуру иностранные граждане министерством направляются по каким-то специальностям и поменять что-либо не представляется возможным. Мы через это проходили много раз, долго пытались наладить какой-то конструктив, но, в конце концов, Сафир Романа Евгеньевна нам порекомендовала алгоритм, который у нас уже сработал, во всяком случае, с одной защитой китайской аспирантки Юй Ин. Она поступила по одной специальности, она защитила выпускную квалификационную работу по этой специальности, потом сдала кандидатский минимум по той специальности, которая больше соответствует окружению, преподавателей, профессоров, друзей и защищалась уже по другой специальности, а не по той, по которой поступил. В связи с этим, вот выслушавшие наши предложения, вы, может быть, подумаете еще и на третьем предложении. Если у вас вот специальность оптические приборы, а Хусейн занимался немножко по другой тематике, может быть, есть дружественный совет по этой специальности, и тогда вам лично или Хусейну будет легче отправить работу под ту специальность, а не обязательно подгонять под 17-ю и 18-ю. Я просто хотел это сообщить как информацию, возможно, полезную. Пока все. Спасибо, Леонид Антонович. Понятно, что ему нужно будет защищать, во-первых, это он пытался, смотрите, он взял достаточно хороший темп с самого начала, что не так уж часто, не только бывает для иностранных, но и для российских аспирантов, и у него была нацеленность защититься, может быть, даже не то что вовремя, а заранее. И ясно, что вот с ваших слов, НКР ему нужно будет защищать по этой специальности, научно-квалификационную работу. Я обязательно подумаю над этим предложением, надо посмотреть, либо, как вы сказали, под 05-1107, либо поискать что-нибудь по 05-1305. Обязательно я про это подумаю, хотя, ну да, надо подумать в данном случае как о переквалификации самой работы, так и, главное, в каком совете. Про это подумаем. Но все-таки, вот, исходя из выступлений, ну вот то, что Дмитрий Сергеевич и Михаил Дмитриевич, я понял из их слов, что диссертацию можно, по идее, довести, вот Михаил Дмитриевич под 18 специальность некоторые пути наметил, Дмитрий Сергеевич рекомендовал под 17, Дмитрий Сергеевич даже временной промежуток обозначил. Вот я не хочу бросать пока и это направление, по которому сегодня докладывались. Ну и хотел бы, опять повторюсь, посоветоваться со специалистами, все-таки, что конкретно можно сделать, потому что сейчас мы говорили про общее впечатление, а было бы, конечно, хорошо, если с кем-то по листам диссертацию и наметить пути совершенствования. Если увидим, что сделать ничего нельзя, конечно, будем думать про какую-то другую специальность. Спасибо. Ни в коем случае не возражаю. Чтобы подъехать и поговорить с Дмитрием Сергеевичем и Михаилом Дмитриевичем, наверное, вы можете прямо сейчас к ним и обратиться, и они что-то вам скажут. Дмитрий Сергеевич, что ты можешь сказать по этому поводу? Нет, но все-таки, я думаю, сначала нужно, чтобы со специалистами обсудить, со своими, нужно ли что-то переделывать, потому что переделка – это всегда достаточно сложная вещь, и переделывать нужно достаточно много. Поэтому, может быть, в рамках технических наук, скажем, можно все это оставить, чтобы было бы проще и не надо было бы новые какие-то вещи вводить и математику вводить. Если можно, я тогда здесь несколько слов скажу. У меня выскочила из памяти фамилия того человека, который руководил диссертационным советом на инженерном факультете еще до реорганизации его в инженерную академию, и там была техническая специальность 05.13.18 по техническим наукам. Это направление внутри совета вел Вячеслав Кадырыч, выскочила фамилию его. Но, во всяком случае, члены совета наверняка остались по этой самой 05.13.18 технические науки. И в инженерной академии тоже остались. И как вариант можно создать временный или разовый диссертационный совет, который создается буквально за два месяца, проводит заседание и на этом заканчивается. То есть это еще один вариант, вот о котором говорит Дмитрий Сергеевич. Подумайте о технических науках. Я закончил комментарий. Ну, разовый достаточно сложно, конечно, говорить. Так, тогда сначала к вам вопрос. Ну, разовый диссертационный совет технические науки. Так, то есть по техническим наукам вы считаете, что у него более-менее соответствует... Да, по техническим наукам нет, собственно, что конкретно он получил. Ну да, это вот Михаил Дмитриевич даже про это говорил, да. А по физмат-наукам нет вообще ничего. То есть это все нужно вводить заново, грубо говоря. Это вот, Михаил Дмитриевич, тут ряд шагов перечислил, которые, на мой взгляд, ну, реализуемы. Но действительно хорошо было бы поговорить уже, ну, с текстом диссертации или там хотя бы с основными положениями. Виктор Васильевич, если позволите. Да, я вас слушаю, Михаил Дмитриевич. Такой нюанс есть. Я просто опасаюсь, что ЕСБЕК с численными методами, ну, в таком чисто математическом смысле, как это сказать-то, не очень хорошо знаком. То есть ему придется многое изучать. Есть опасения, что не только многое переделывать придется, но и придется как-то переобуваться в воздухе. А может быть, эта диссертация будет хороша для соответствующей специальности, только вот, видимо, более предметной. Так, по моим ощущениям. То есть получается, что ему защищать, ну, скажем, если 0,5, 13, 18 технически, то это получается уже математическая модель конкретного технического объекта вот этого усилителя. Да. Без точек, с квантовыми точками, с множеством электронов. То есть, скажем, эту часть развить и, скажем, вот то, что есть, основываться на этом. Так примерно? Да, как. Ну, хорошо, ладно, ладно, будем думать. Будем думать, конечно, контакты эти надо найти. С Пупковым попробую связаться. Пупков точно знает этого человека. Потом знает его наверняка. Есть такой, у вас кривошапка работает, наверняка все еще работает. Он был председателем соседнего совета. А фамилия того человека у меня выскочила из головы. Взрослый, серьезный человек, ему сейчас лет 75-80, но он целый совет держал, поэтому не только себя. Он знает всех участников того совета. Ну, хорошо, хорошо, это у нас задача получается из математического моделирования, детектив, да? Я хочу сказать самое последнее, что не думая, что вот мы сказали и умываем руки. Нет, мы сказали первое, что нам пришло в голову. Вы подумаете, может быть, еще раз обратимся, встретимся. Мы высказали наши первые впечатления и, возможно, рекомендации, но не окончательно. Ну, хорошо, Леонид Анатольевич, я это прекрасно понимаю и ценю, скажем, работу совета и семинара даже в этом виде. Но все-таки хотелось бы еще раз, наверное, уже третий раз говорю, зациклился, все-таки поработать с кем-то из вас уже с самой диссертацией. Потому что я сам в меньшей степени специалист по 0,5, 13, 18 и 17. Я свои интересы обозначил, плюс еще я сам в диссертационном совете по физике конденсированном состоянии, теоретической физики. Дмитрий Сергеевич, что скажет? Может быть, встретишься, поговоришь не только заочно, но и сидя рядом. Ну, я тут вторник-среда, пожалуйста, можно пересечься на Донской. Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, тогда, ну, по почте, я не помню, в вашей почте был ваш телефон? Или я на тот адрес, который вы... По почте можно писать, да. Да, 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 да. Ну, среда меня тоже устраивает день, у меня вот тоже в среду занятий нет. Я в 384-й на Донской. Это... А, корпус на Донской, да? Да, да. На Донской, ну, ладно, это я разберусь, где он находится. Арджиникидзе 3. Нет, это основное здание на Арджо? А, напротив Донского кладбища. Это вы хотите сказать? Это пересечение двух улиц, Донская и Арджиникидзе. А, ага. Как угодно сказать? Все, 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 ладно. Виктор Васильевич, вы когда-то были членом Государственной экзаменационной комиссии по магистрским диссертациям нанотехнологий. Вы заседали в этом здании. Да, ну да, да. Я вот тоже думаю, мы про одно и то же здание говорили. Да, 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 то самое здание. У нас же лабиринт, а не здание, правильно? Явно, верно. Да, можно минусы прятать. Михаил Дмитриевич, а ты согласился бы встретиться? Можно и встретиться. Я по вторникам бываю в кресте, если это удобно, пожалуйста. Ну, надо будет. И в крест подъедем. Таков уж наш крест. Крестовый. Ну, да, да. Крестовый поход будет. Тогда я пришлю вам электронные адреса Дмитрия Сергеевича Михаила Дмитриевича. Хорошо, хорошо. Такие случаи, чтобы вы могли с ними связаться по электронной. Да, я не думаю, что даже на следующей неделе сразу мы приедем. Нам с Хусейном надо же... Переварить. ...третиться. Да, ну я употреблю слово осмыслить. Более красивое слово. Конечно, конечно. Оно ближе к математическому моделированию. Переварить это технические науки, осмыслить. И Хусейну, конечно, большое спасибо. Доклад был хорошо изложен. Молодец. Причем по-русски. Да. Спасибо большое. Это замечательно. Ладно, всем большое спасибо. Я, честно говоря, рад, что хоть какая-то определённая, определённость. Правда, определённо, что надо дальше ещё всё тащить. Обычная печальная определённость. Да нет, это первый раз, наверное, так всегда бывает. Да, никогда сразу не получается. Это безусловно. Итерации. А, итерации пошли употреблю, математическое слово. Ещё одно красивое, да. Конечно. Хорошо. Виктор Васильевич, спасибо, до свидания. Хусейн Язбек, спасибо, до свидания. Всем спасибо, до свидания. Участники семинара тоже спасибо, до свидания. До свидания. Если позволить, я бы хотел сегодня отдельно пообщаться с Дмитрием Сергеевичем и Дмитрием Валентиновичем. С кем раньше? Без разницы. Ну, Дмитрием Валентиновичем, он старше, ему и карты в руки. Ему вперёд. Молодым везде у нас дорога. Он старше по положению, он начальник, а мы маленькие люди. Добро, тогда я с Деваковым переговорю, а потом тебе перезвоню. Да, хорошо, да. Дмитрий Сергеевич, спасибо. Большое спасибо всем, что хорошо поработали. До свидания.